Фестивали. Раньше они проводились до Успенского поста. Пришел вот новый епископ и стали проводиться во время Успенского поста. Ну, этот фестиваль такой. Там, значит, священников много присутствует, крестный ход. Но сам фестиваль проходит на берегу Камы, на улице. И концертная программа такая. Значит, песнопение всевозможных народных, много коллективов, казаков, дети, игры с детьми проводят. У меня вот такой вопрос. Во время Успенского поста можно такое мероприятие массовое проводить? Даже не слышал никогда. А зачем оно предприятие? Господь такие предприятия... Апостолы делали такое предприятие? Так вот, я тоже об этом же думаю. Но епископ... Вот раньше другие епископы никогда не делали. Вот сейчас второй год, у нас новый епископ, и вот он проводит именно пост великий. И меня туда приглашают, как помочь в организации. Вот я поэтому и звоню. А мне это не по сердцу. Потому что я думаю, что это можно делать до поста. Вот поэтому и советы вашего. Ну а почему во время, не во время поста? Что это за мероприятие? Для чего оно нужно? Ну, это как бы стахеевы. Это дореволюционные люди, которые, в общем-то, были верующие. И вот такой вот фестиваль проводится в Нижнекамске, как считается его традиционной, уже лет, может быть, десять. Господь сказал, идите и проповедуйте Евангелие всей твари, но не ходите кругами, а друг за другом. Вообще там делать нечего. Это не евангельское установление. Господь на суде будет спрашивать о том, что он заповедовал. Он прямо, когда уходил, говорил, Дух Святой явится и обличит мир о грехе, о правде, о суде. Здесь ни обличения, ничего нету. Ну, это комедия просто такая. Не участвуйте там. И не ходите туда. Вот я и поцелую. Да, да, да. Потому что, как бы, вроде они изображают из этого какой-то православный праздник непонятно какой. А я уже сказала, что я сначала посоветуюсь, а потом дам вам ответ. Нет этого нигде. Ни апостолы этого не делали. Ни святые отцы, ни пророки. Ну, чего тут непонятно. У нас пример какой. Апостол говорит, подражайте мне, как я Христу. Христос кругами не ходил с ними. Единственный раз, когда сел на осленка, это исполнить пророчество Захарии. Все. Вы кончили молиться. Идите, Евангелие раздавайте. Людям свидетельствуйте о любви Божией, о скором его пришествии. Вот и все. А это от нечего делать. Они думают, составили, теперь у них, видишь, вот, что-то они делают. Делают то, что не заповедано. А что заповедано, того не знают и не делают. Распространяйте Евангелие. Отвечайте на вопросы. Зовите их ко Христу. На наши занятия. Вот тут по Боге, о вечности, о радости. Вот и все. Да, да. Благодарю, Игнатий Тихонович. Алло. Я вот хотела... А вы у нас были здесь? Да, была, в прошлом году. Ну вот сейчас у нас, значит, седьмого июля будет крещение. Уже совсем немного осталось. Да, я в этом году не могу. У меня вот на руке бурсит какой-то вышел. Спина стала подкачивать. Вот придется подлечиваться. Ну, это не запрещается. Тем более лекарства берите не химию, а то, что в природе есть. В природе ваше место, где вы находитесь. Организм более всего приспособлен к тому, где вы находитесь. Да, да, да. Утсов, никогда старайтесь днем не ложиться спать. Никогда. Как-нибудь сделайте какое-то кресло, чтобы вот так полусидеть на кровати. Подушки подложите под спину. Немного отдохните. Вам сколько лет? 69 будет скоро. Ну вот, ну вот. Пора, если отдыхать. И старайтесь кому-то помогать. Бывает там где-то молодые с ребятишками посидеть. Где-то что-то сделать. Вот у нас приехала дочка. Это Елена Гладыщук. С двумя ребятишками. Евсевия и Ездра. Но мы каждый день вместе. И утром рано мы встаем на молитву в 4.40. И она ребятишек всегда притаскивает. Один спит, друг. Надо делать то, что Господь повелевает Духом Святым. О грехе, что не верует в меня. О правде, что иду к Отцу моему. А об этом говорит. А раз так, значит, мы должны об этом свидетельствовать людям. Я судя, что князь мира сего осужден. Сатана уже все. Не имеет никакой власти, если мы не поддаемся ему. Ну, далековато вы. А какой от вас ближайший город? Ну, ближайший набережный Челны. А, вон где. Да, да, да. Ну, Казань 230 километров от нас. Кто? Казань, Казань. Казань. Ну, вот из Казани Вячеслав едет сюда. Первого числа будем встречать их. Встречать будем. У него тут работа. Подготовить еще две книги. Готовится у меня семитомник. На пять он уже полную провел работу. Ну, и будем сдавать. Ой, сколько раз я торопил скорее. Это опять повысили цены. Ничего не сделаешь. Никак. Да, время такое сейчас. Так, не ходите туда и не судите их. А кому нужно, скажите. Идите распространяйте Евангелие Божие. Вот и все. Да, я ни разу не была. Но меня просто пригласили в качестве, как бы, ну, помощницы, что ли. Поэтому вот я хотела у вас спросить. Ну, я вам отвечаю, дело не в посте даже. А в том, что оно ненужное. Вот фестиваль. Такого слова в Библии даже нету. Его нету? Да, 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 да. Это подражание миру. Дружба с миром. Есть вражда против Бога. Яков 4.4. Послание. Я ни разу не была на этом фестивале. Вот в связи с тем, что вот так вот попросили меня, я сама музыкант. И поэтому мне что-то сразу не понравилось. Думаю, надо Игнатий Тихонович позвонить. Так, а вы на каком инструменте играете? Фортепиано. Пианино. Ну, фортепиано с собой не потащишь. Нет, я пою сама. В храме. Я регент. А, регент. Ну, вот у нас нынче одна такая приехала, она поет и знает все. Лариса. Да. Хорошая очень сестра, послушная. Везде старается помочь. И вот сколько она уже у нас приехала, как мы, 9-го, ну, считай, 24-25-26-е сегодня это. У нее ни одного промаха нет. Она работает, трудится, молится, радуется. На занятиях всегда идет. Утром я никогда не пропустит. У нас свой режим, который Господь установил. Он говорит, я встану рано. Не долго валяться? Я давно рано встаю. Только, как заблудшая овца тоже была. Пока с вами не встретилась. Слава Богу. Да, мое ничего нет. Я беру из Писания. Это Дух Святой делает. А я-то тут только труба Божья. Да, хорошая труба. Слава Богу. Ну, тоже запоминайте. Напоминайте, у нас тут есть, которые восставшие люди, не нашей среды. Мужчины, где находятся, они этот дом украли. Украли дом. Да, я слышал об этом. Ну, да. Не представлены даже. И тут еще нельзя сделать-то. Потому что пока все советы не примем. У них ничего нету. Они ни гвоздя не забили. А полдома я строил. А полдома брата. А у брата я купил вторую половину. А они переделали документы и назвали своим домом. Это по-разному может быть? Может быть. Мошенники. Это 159 пункт уголовного кодекса. Очень серьезные. Вот если никак не решимся подать на них или нет. До 10 лет срок и миллион, 1 миллион заплатить. Ну, мы пока не трогаем. У нас все идет ладно. Нам они не повредили. Люди иногда говорят, а почему дьявола бог не скует, а чтобы его не было. А Златон говорит, а за что награду получишь тогда, если ты не борешься. Так и это. У них нет радости. Они ничего не знают. Даже пошел батюшка их уговорит, что там наше осталось, в доме-то отдать. Они его всячески оскорбили. Ну, они не понимают. Это уже о сатане ли. Это хула на Духа Святого. Так что помяните, чтобы Господь сам вмешался и сам сделал. Хорошо, Отец Игнатий Тихонович. Благодарю, Игнатий Тихонович. Спаси Христос. Так, тогда отошел я. Все, с Богом. С Богом. Субтитры создавал DimaTorzok